Ну выйдем, поорём, а дальше-то чё? Мы что, с вилами пойдём на них? Это же не 17-й год. Чиновники в своих комбинетах, они сидят, тепло, хорошо, вкусно, сытые, одеты. Деньги получают из бюджета, а бюджет-то наполняем мы. У нас только и кричат, что нефть да газ. А про нас, кто-нибудь посчитал, сколько мы платим бюджет денег? В какие торговые центры они нас посадят? Так называемые хитрые посадочные соберут. Это для того, чтобы ты зашёл работать, ты должен заплатить порядка, будем говорить, до полумиллиона. Просто за 15-20 квадратных метров надо отдать полмиллиона рублей. Один из 100 человек придёт, заплатит и там встанет. А остальные 99 останутся без работы. Вот и всё. Кто-то будет пить, а кто-то пойдёт кого-то бить. Жить-то надо. Кто-то пойдёт воровать. Но если у нас господин Юрченко сейчас попал в двадцатку крупных политических лидеров, о которых сейчас говорят, для своего политического, так сказать, поддержания, он, естественно, может закрыть барахолку. Ну вот здесь отопление, отопление проведёт. Отопление проведёт. И нерушное там будет. Покупатели будут заходить сюда зимой. Закрыть барахолку, это называется, опять по миру кинуться. Я приобрела квартиру за счёт ипотеки. Работаю в кредит с покупателями, сама работаю в кредит, ещё в банках кредиты. Вот так вот мы работаем. И вся барахолка. Пять тысяч пенсии. Естественно, приходится заниматься бизнесом, во-первых, чтобы ипотеку проплатить до 22-го года. Что будут делать? Не знаю. Опять без крыши, без крови. Квартиру отнимут. Наша барахолка регионального значения. К нам приезжает вся Сибирь и Урал даже приезжают. Все уже прикормились, приработались. Это ведь сложно, надо наращивать себе оптовиков. Оптовики возмущаются, как бы им сложно. Они приезжают сюда на ограниченное время. И как они, допустим, на 5 часов приехали и где-то ходить ещё по городу, кого-то разыскивать, чтобы сделать покупку. Осторожно, телега. Я считаю, что это вообще нецелесообразно. На барахолке у нас кто работает? Женщины, у которых дети, у которых нету мужей в основном. Вот, например, я не смогу найти в своём возрасте, простите меня, 54 года, нормальную работу. Нас как вышибли в 96-м году. Как мы здесь сели, так мы здесь и сидим. Закрыть, конечно, нужно всё, но куда мы денем людей? Я пойду к церкви, сяду, напишу, барахолку закрыли, подайте, пожалуйста. Я так и напишу. Буду около церкви сидеть. У меня будет пенсия на следующий год. 6 тысяч 10 рублей. Я что буду с ней сделать? Весь удар приходится на простых людей. Если вы сейчас пройдёте, посмотрите, молодых продавцов нет. Молодёжь здесь не стоит. Ой, пожалуйста, на колени встать. В мои годы надо отдыхать, а я вот вынуждена здесь. А потому что на эту пенсию не поживешь? На такую пенсию пусть Путин живёт. А что, вы снимаете уже? Да? Всё, ты попал в криминальный хроник. Всё, меня арестуем. На прошлой неделе здесь была акция. Не акция, я не знаю, как это вот. Облава, да. И вот проверили документы, все граждане России. Они все здесь сидели, никто никуда не убегал. Но я не видела, чтобы там, знаете, забивали автобусы, как вот по телевизору показывают. Ну, здесь такого нет. Без гражданства здесь никто не поставит. Они сюда едут спокойно и не боятся, потому что у них есть гражданство, у них есть разрешение, лицензия на работу. Мне не даёт! Я могу сказать, что они не хотят. Ну, спросите у людей, которые здесь одеваются, обуваются, куда мы пойдём? Не у всех есть людей ходить в магазины, покупать, простите, у меня маечку за 5, за 2, за 3 тысячи. Правильно? Ну, бывают распродажи. Там, посмотришь, что вытирать не будешь этой распродажи. Покажи цену, чтобы знали, пожалуйста, не бесплатно. Тут более-менее по низким ценам можно товары купить. Мы уже привыкли здесь покупать. Качество одинаковое, я считаю. А цены низкие здесь. Ну, я тут рядом живу. Мне, конечно, удобно было сюда прийти. Хотя очень много, и теперь уже в магазинах можно купить по скидкам. Для оптовых цен она может быть актуальна. А как мне, для розницы, хотя кое-что я беру здесь. Я знаю, что здесь качественные, хорошие, купила по 300. В магазине это же самое стоит 450. Торговый центр откроют, ну и сколько там поместится? В одно место нас не перенесут, разумеется, раскидают по разным районам. Там аренда будет куда дороже, правильно? Во сколько раз это одно, и оптовики уже так не будут мотаться с суда. Там на первый этаж зашли, и все выше уже никто не пойдет. Они здесь-то лишний раз ноги бить не хотят. То, что здесь метро не будут строить, ну это однозначно, потому что, во-первых, денег нет. Но мы же тоже все в интернете сидим, и все это прослеживаем. Потом мы видели, как там просверлили эту дырку, как из нее пошла вода. Эмуссируется уже второй год, что барахолку закрывают. Эмуссируется не только в нашем городе. Берцк, Кемерово, например, кто-то звонит. Надя, вы где сейчас стоите на барахолке? Как? А барахолку закрыли. Я говорю, барахолку никто не закрывал, она так же и работает. То есть это делается специально, чтобы люди сюда не ехали. Это все конкуренция, я так считаю. И не метро. Совсем не метро.